Да, конечно. Безусловно. Мы помним. Давай-то пьяно начинаю. Как мы познакомились, мой муж следил за мной в Инстаграме долгое время. Лайкал и долайкался. Одно сообщение в день, потом два сообщения в день. И потом уже доброе утро и добрый вечер. И мне внутренний голос говорит два слова. Это он. Я клянусь, это было так. Потихоньку привыкли друг к другу так, что уже не представляли жизнь друг без друга. Человек говорит так, как ты любишь. Человек пахнет так, как тебе нравится. И случается, наверное, действительно такая химия-любовь. Когда я это почувствовал, я понял, что это моя женщина. Это ощущение плеча, ощущение тепла, ощущение спокойствия. Когда ты идешь домой с работы, и ты знаешь, что тебя сейчас встречает именно с ужином, а не со сковородкой. Вот это, наверное, и есть для меня любовь. Кроме состояния любви, есть еще вот такая вещь под названием целостность во всем. Абсолютно мы делаем все вместе. Когда у тебя появляется человек близкий, значит, должно все приумножиться. Для меня вот эта семья, это небольшой такой вот купол, куда я никого не пускаю абсолютно. Я больше всего ценю в своей жене то, что она меня терпит. Я ему нужна, ну, не только, конечно, чтобы кушать, готовить. Хотя я и кушать не готова. Не знаю, зачем я ему нужна. А Алексею было важно, чтобы я каждый день ему говорила. Милый, ты это сможешь, у тебя это получится, ты сделаешь это лучше всех. Может быть, я ему нужна, чтобы прожить вместе жизнь. У нас есть общая картина старости, и поэтому не возникает вопрос, зачем нужен я ей, зачем нужна она мне. Мы вместе идем к общей цели. Основной смысл семьи, в принципе, это оставить после себя что-то хорошее. Трогательно, смешно и страшно, это все-таки перерезать было по повинам. Вот это такой момент. Трудно с одним ребенком, чуть легче с двумя. А вот если у тебя трое детей, там уже без разницы. Как вот можно не хотеть детей? Я немножко этого не понимаю, поэтому я за большие семьи. То есть мы к футбольному полю готовим, к футбольной команде 11 детей, нормально. И ради них мы живем, мы ради них каждого утра просыпаемся. И мы делаем все, чтобы наши дети были лучше, чем мы. У нас общие друзья, у нас... Общие дети. Общие дети, да. Общие родственники тебе уже. Со стороны мужа самое трудное, это чтобы твоя жена дружила с твоей мамой. И в то же время это не трудность, это цель, да. И если эта цель достигнута, то мы имеем счастливого мужчину. Здесь уже срабатывает такая татарская поговорка. Ир от баш, хатан тас муен. То есть, грубо говоря, жена управляет, а муж принимает решение. Еще есть такой совет, наверное. Оставь его в покое, дай передохнуть. Очень много семейных ссор, скажем так, возникает на фоне того, что люди закапываются в детали. Кажем, если сравнивать семью с паровозом, не надо на каждой шпале искать мух. Если вот правильно выстроить вот как раз-таки вот эти все взаимоотношения, вот это и будет любовь на всю жизнь. Мы сами делаем этот мирок наш прекрасным, вот, где есть нежность и любовь. Вот у нас за 19 лет мы раскрываемся друг перед другом новыми гранями. И, наверное, это тоже часть вот этой любви, вот этой уже зрелой, так скажем. И это труд, труд и еще раз труд. Это моя вторая половинка, и я его безумно люблю. Боже, я сейчас заплачу. Ник, не плачь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова